Мы говорим об особом статусе Донбасса. Вдруг Зеленский делает заявление, что ему совершенно непонятно. А потом Кравчук через день разъясняет, что не понимает Зеленский, что непонятно и Кравчуку. Вы знаете, очень сложно говорить о переговорах с тем Киевом, где проявляют признаки дебилизма откровенного политического. Это вот как-то объяснило? Я просто ухожу от тех раз. Я считаю, что это оглумление над погибшими. Извините, с той и с другой стороны, если уж на то пошло. Совершенно. Ну, Кравчука, но я вам все сказал по нему. Человек, невероятно принесший много вреда. Человек, который продал коммунистическую партию, продал Украину, содействовал развалу союзов, продал даже своих союзников на президентских выборах, когда он проиграл кучми. Он же патологический лжец. А последнее интервью, что он, оказывается, еще в детстве носил там эту воду или еду, носил он упал. Ну, понимаете, ну и, да, и при этом на мероприятии партии регионов, ну, очевидец был, когда Леонид Макарович там говорил, Донбасс порожняк не унит. Ну, патологический лжец. Ну, вы сами его вытащили. Человек с невероятно низким рейтингом. Ушел, его проклинали все. Ну, что? Потом первый президент Украины. Ну, я ничего не могу сделать в этой ситуации. Я пытаюсь объясниться. Я что, видите, я, то, что я назвал его лжецом патологическим, но я ничего не соврал. Но другие какие-то эпитеты негативные, я не буду на него. Это его ненавидели, это те, кто его там выносили, скажем, во власть, его также презирали, продавали, как Ющенко. Я никогда Ющенко дурного слова не сказал. Потому что тех, кто там орали Ющенко, потом орали там Гэть Ющенко. Вот такая специфика украинская политика. У меня ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Ющенко, никто не может в этом упрекнуть. Потому что в моей профессии, если ты работаешь, ну, я оппонент был, но я никогда их не оскорблял, не унижал. Но это, я считаю, это унижение Донбасса. Это унижение тоже украинской стороны. Назначать Кравчука в эту и разъяснять все. Это неинтересно в Донбассе. Людям это неинтересно. Им нужно жить здесь и сейчас. Мне нужно внятность какая-то. Нужно понимание. Хорошо. Даются русские паспорта. Какая-то там налажившая жизнь. Но все равно, когда будет четко. Что нас ждет через год? Что нас ждет через полгода? Пока не будет этой ясности, не будет в обществе определенности, не будет уверенности. Украина там точно не ждет. Я вам сказал, что все больше людей каждый год, все больше количества людей не пересекали линию разграничения. Процесс отчуждения идет. Пропасть становится шире и глубже. Этот процесс уже необратимый характер носит. Мне начинают говорить, что это все вернется на круги славян. Никуда это уже не вернется. Это уже сломан. Ментальный код сломан. Понимаете, какая штука? Вот я много ребят знаю тут из России, которая пытается там изучать там вопросы славянского единства, еще чего-то там, взаимоотношения. Это уже не будет работать. Прошла повязанная кровь. Говорят, как это может измениться? Ну это вы что ли менять будете? Это вы пойдете туда решать? Там много легло пацанов из той и с другой стороны. Ну что? Уже это взаимная ненависть нет. Уже этот гражданский конфликт стал очень глубоким. То, что Зеленский не собирается его решать, а он его не решал. Я задаю простой человеческий вопрос. Как вы думаете, при Зеленском ситуация стала лучше? Пусть любой политик, экономист, военный ответит мне на этот вопрос. Нет. Потому что есть объективные какие-то факторы. Так было и при Порошенко. Но он эту задачу не собирался решить. Я извиняюсь, но Зеленский не может решить. Он ноль. У него нет ничего. Я не хочу его не обнулять, ни это. Зеленский получил, извините, 73 процента голосов. Точка. И я говорю, попередал большой привет России. Меня тут пытались ругать. Я говорю, посмотрите, какой риск он работал с молодежью. Он притащил молодежь на первый, на второй и на тур президентских выборов и на Верховную Раду. Потому что у него значительная часть электората была молодежь. Это важный фактор. Вот спрашивайте меня как социолога. Я опора любого политического режима. В любом политическом режиме люди грамотно работают. У американцев сильнейшая социология. У европейцев сильнейшая социология. Тут, когда заводишь вопрос о том, мне приходится заниматься экстримальной социологией. Это в сложных условиях, скажем так, помимо всего прочего, что я работал в мирных довольно неплохо, как вы понимаете. Но моя работа не нужна. Я говорю, люди, это привезет мир и то, и другое строение. Мне приходилось с такими проблемами потом выцарапывать эти какие-то исследования или получать возможность, что проводят. Потому что это и дает возможность получить информацию относительно процессов, которые происходят на территории. Я разных сторон, подчеркиваю, включая буржуйскую сторону. Понимаете, какая штука? Я не настолько глуп, чтобы упираться в стену, но я понимаю, что если время наступает, что когда это не нужно, вот это самое такое, я не буду там позе страдальца стоять там и переживать. Я понимаю, наступает время, точно не буду рухать, что там время не то, не то. Есть ситуации, когда действительно ты не можешь довести ситуацию. Но я стараюсь создавать какой-то продукт информационный, который будет иметь значение. Не сейчас, так позже. Вот это пока моя задача. Пока возможность говорить о том, что эта война не принесла никому ничего хорошего, это очевидно. То, что я не враг той стороне, это они пришли на нашу землю. И никогда не делал вреда ни России, ни Украине. Это моя жизненная позиция была всегда. Вот такая вот жизнь случилась. Я буду на стороне своих земляков, потому что их убивают, пришли на их землю. И просто тупо убивают Донбасс.